...давалили, как мне показалось, что я являюсь в суде, мне было не предоставлено ни одного доказательства моей вины и причастности к этому. ...считывается, что Селин по органам предварительного расследования подозревается в совершении преступления, одно из которых, часть 3, статьи 30, пункт А.Ж.З., часть 2, статьи 105, уголовного кодуса Российской Федерации, санкция которого предусматривает наказание в виде решения свободы от 8 до 20 лет. ...в стадии производства по уголовному делу, а также обстоятельства совершения указанных преступлений, особая тяжесть наконененного Селин по преступному деянию, строгость, предусмотренная законом ответственности, дает суду основания положения, что, находясь на свободе, Селинка может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжить преступную деятельность, угрожать свидетелям и неуществникам данного судопроизводства, сокрытили уничтожить доказательства, либо импутом воспрепятствовать производство по уголовному делу. И, скорее всего, в данном случае избрание меры пресечения в отношении подозреваемого является исключительно... Суд не соглашается с долгами подозреваемого его защитника об избрании Селинка более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста. Данные долги сами по себе не являются безусловным основанием для вывода невозможности избрания подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей. Кроме того, избрание в отношении подозреваемого Селинка и мое меры пресечения в начальной стадии раскрепления, по мнению суда, не исключить самовозможность для него скрыться от органов следствия и суда, либо им не может препятствовать производству по уголовному делу. Поряды задержания Селинка предусмотрены статьями 91-92 органов по цельному кодусу Российской Федерации соблюден. Свидения о наличии у Селинка заболеваний, препятствующих его содержание в следственном озарятке, не имеется. В случае необходимости, соответствующая медицинская помощь может быть ему оказана в условиях содержания под стражей. Кроме того, подозреваемый, либо его защитник, вправе обратиться с ходатайством о проведении медицинского свидетельствования на предмет наличия, либо отсутствия у Селинка заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. С учетом изложенного суд считает необходимым избрать отношение подозреваемого Селинка в меру пресечения или заключения под стражу. На основании и должного того, статьей 108, уголовно по цельному кодусу Российской Федерации суд постановил избрать подозреваемого Селинка Армана Юрьевича в меру пресечения или заключения под стражу с содержанием в ПКУ СИЗО-1 УСИН России в Саратовской области на срок 2 месяца, то есть до 21 мая 2018 года, включительно.